Я делаю все как по инструкции. Ну, приучился я так вот в Голландии, наверное. Кажется, это самый высокий камыш, который я когда-либо видел. Он достигает метров пяти, наверное. Вырванные куски дорог повсюду. Взял Жанет печеные овощи. Это очень вкусно. Привет-привет, друзья! Доброе утро! Солнечное, как ни странно. Сегодня у нас 2 апреля. И вот я нахожусь на солнечном берегу. И тема сегодняшнего видео – меня подстригли. Меня действительно вчера подстригли. И я очень боялся идти в парикмахерскую в Болгарии. Потому что я не думал, что мне сделают то, к чему я привык. Например, в Греции или в Голландии. Или даже в Германии. В Испании тоже. Но, тем не менее, в принципе, я удовлетворю. Подстригли можно применить в нескольких значениях. В буквальном значении этого слова. Меня подстригли. Подстригли меня в парикмахерской. Но можно так же и сказать, подстригли в смысле, что меня как-то, ну, не скажу, что обманули, но, скажем так, надули, можно так сказать. И здесь, в Болгарии, у меня было несколько случаев, когда меня подстригли, в смысле надули. По моему, опять же, мнению, я не скажу, что я там знаю все законы вселенной. Я рассказываю в своих видео только о своих собственных впечатлениях. Тут какой-то пансионат или санаторий. Тут постоянно какая-то движуха, автобус. Людей собирает. Там достаточно много народу. Не знаю, что они делают. Но я здесь несколько раз проходил, проезжал. Я видел, что здесь людей достаточно много почему-то. Даже вне сезона. Ну, а если вы новенький на моем канале, спасибо за ваши комментарии. Кстати, я читаю все комментарии. Я очень часто отвечаю на комментарии. Если вы новенький, меня зовут Артем. Я живу в Европе, можно сказать, почти что лет 16-18. Я жил в Латвии, я жил в UK, в Англии. Большую часть жизни я прожил в Голландии. И также я жил в Афинах, в Греции несколько лет. А я побывал и пожил в Испании, Германии, Италии. И я рассказываю об этих странах на своем канале. В данный момент я иду по какой-то одной из центральных аллей солнечного берега. Здесь довольно пустынно, тихо. Но не так тихо, как, например, в моем Airbnb, где я сейчас живу почти один месяц. Это первый случай, когда я могу сказать, что меня, ну, я бы сказал, в каком-то плане надули. Потому что, если честно, я не планировал быть в Болгарии длительный срок. Я собирался поехать куда-то дальше. И по бюджету я смотрел, что в несезон на солнечном берегу очень много вариантов вполне бюджетного жилья. Пару раз мне хосты отменили в солнечном берегу мою месячную аренду на платформе Airbnb. Меня это расстраивало, конечно. Но они мне писали, что, извините, квартира или там студия и так далее не готовы. И теперь, после проживания почти в течение одного месяца в данной студии Airbnb, я понял, в чем загвоздка. Вполне вероятно, что в этих апартаментах просто происходил ремонт. Либо просто люди не хотели сдавать, чтобы не заморачиваться. На расконсервирование студии и, возможно, дальнейшее консервирование до сезона. В моем случае же хост меня не предупредил, что в данной студии происходит ремонт. И последние две недели практически каждый день я слышу звуки дрели, стуки молотка, разборки и других строительных работ. И даже сегодня, а сегодня у нас воскресенье, я думал, что я отдохну, я посижу дома у себя в Airbnb, я ничего не буду делать. Но когда я проснулся, я с ужасом увидел снова работника в воскресенье, который взялся за свои инструменты и начал опять сверлить. Такие платформы, как Airbnb и Booking, они в основном строятся на комментариях людей, которые проживали в этих апартаментах. И поскольку я посмотрел, у меня было больше 50 мукингов, в основном на Airbnb за последние 5 лет, я уже привык к этой платформе. И я постоянно думаю, какой комментарий я хотел бы оставить. Негативный, позитивный. Но с другой стороны, я часто, прежде чем сделать выбор о той или иной студии или об апартаментах, я читаю комментарии предыдущих людей, которые жили в этих апартаментах. Поэтому, если, допустим, я читаю комментарии, что это классная такая студия, все так классно, а я приезжаю и вижу что-то абсолютно другое, мне это, конечно, не нравится. Поэтому я подумал, что конкретно об этих апартаментах, кстати, я их покажу в этом видео чуть позже. Я думаю, что в конце концов я принял решение, что я оставлю более-менее реальный комментарий. Но опять же, ты строишь отношения с хостом, и я не хочу обидеть хоста, но я понимаю, что те стандарты, которые я увидел здесь, в Болгарии, они меня не устраивают. Не устраивают. Просто я, пускай я говорю на русском, но я приехал не из России, я приехал не из даже Прибалтики. Я приехал, я привык к вещам, как вещи работают в Голландии или там в Германии, да. То есть, не важно, что я говорю на русском языке, а менталитет мой, он совершенно не менталитет россиянина или человека из Украины или из каких-то других республик бывшего Советского Союза. И, может быть, это типа как бы мисс Лидинг, это сбивает с толку моих хостов, что я говорю на русском языке, но извините, извините, ребята, у меня менталитет совершенно другой. Я привык к несколько другим стандартам. Кстати, практически во всех городах Болгарии и даже в Солнечном берегу есть синяя зона. Это такая синяя зона, где нужно платить за парковку, что очень плохо в Болгарии. В Болгарии в основном нужно платить с телефона, с болгарского номера. То есть, один раз, по-моему, в Бургасе я был и видел автомат для парковки, но он не работал. Чаще всего это просто плата с помощью смс с болгарского номера телефона. Ей зона, она называется синяя зона. Она есть практически во всех городах. Скорее всего, она не работает сейчас. Может быть. Хотя не вижу никаких обозначений того, что она не работает в зимний период. Возможно, она работает. Возможно, люди ходят и проверяют парковку. Мне это неизвестно. В самом конце этого видео я покажу студию, в которой я сейчас живу и за которую я заплатил с учетом ваучеров, которые у меня есть на Airbnb, за отмененные аренды, букинги. Я заплатил довольно бюджетно. Тем не менее, я хотел бы ее показать в самом конце этого видео. Начало апреля, 2 апреля и по-прежнему все закрыто. Хотел бы я посмотреть, что здесь творится, скажем, в июле и насколько здесь много туристов. Но я думаю, что в июле меня здесь не будет. Хотя я вообще зарекаю сделать планы. Мои планы очень часто меняются. Кстати, вчера я почти день провел в городе Бургас. Я приехал туда, я хотел погулять по центру города, не отвлекаясь на встречи с другими людьми, не отвлекаясь на кофе. Я хотел просто прочувствовать атмосферу города Бургаса, потому что я не раз говорил, что Варна мне абсолютно не понравилась. И первое впечатление о Бургасе было то, что он более ухоженный. Поэтому я хотел бы более внимательно смотреть, что я и сделал вчера. Сегодня прогулялся по Бургасу. Погода не очень. Все остальное видео. Здесь лишь нарезка кадров из моего почти 30-минутного видео, посвященного прогулке по центру города Бургас. Полное видео этой прогулки, а также многочисленные прогулки по городам Голландии, Германии, Испании, Греции, Италии можно найти на моем канале, который называется Artemis Traveling, и он посвящен именно прогулкам. Эти прогулки я не сопровождаю своим звуковым сопровождением, а лишь показывают то, что я снимаю и то, что вижу своими глазами во время этих прогулок. Что касается Бургаса, я рад, что я действительно съездил в этот город на один день и посмотрел его. Было суббота и было довольно многолюдно. Погода была не очень, однако впечатление о городе мне, в принципе, понравилось. Мне понравилось, что он немного более ухоженный, по крайней мере, показался мне таким послеварный. Но ответив на вопрос, хотел бы я жить в этом городе постоянно, хотя бы в течение одного года, я сказал себе, что, скорее всего, нет. Чем да? Меня не очень привлекает жить вдали от Западной Европы, хотя, с другой стороны, расположение Бургаса неплохое. Рядом Стамбул, где есть большой аэропорт, а автобан из Бургаса в Софию, возможно, один из самых лучших в Болгарии. Но, тем не менее, все-таки город для меня немного маленький. И мне лично показалось, что, когда схлынет волна вынужденных переселенцев, город опустеет, а иностранцев здесь практически не видел. В конце своей прогулки я подошел к порту Бургаса, и я подумал, что вот оно самое мое любимое место. Бургас и начало морского парка. Здесь очень красиво. Если бы я жил здесь, я бы часто сюда приходил. Возвращаясь к теме данного видео, как меня подстригли. Меня подстригли в другом значении этого слова. То есть, как-то обошлись со мной. Не так, как мне хотелось бы, чтобы со мной обошлись. Поэтому я, кстати, боюсь здесь пользоваться парковкой, потому что я не уверен, что может произойти. Я знаю, что может произойти, например, в Голландии или в Греции. Там практически ничего не произойдет. Ты ставь свою машину там, где хочешь, в основном, конечно. А в Болгарии я не знаю. Так вот, когда я только приехал в эту страну, я заплатил штраф 70 лев, 35 евро за то, за то, что я въехал в страну на 4 или 5 часов раньше, чем я платил до сборы за дороги. Я говорил об этом в другом видео. И когда я спрашивал на границе, хотел узнать, возможно мне было нужно просто-напросто дополнительно заплатить за один день. Я это не сделал. Я въехал раньше на несколько часов, потому что мой последний букинг в Греции был отменен. И я вынужден был выложить прямо на дороге. Меня остановили. Мне это не нравится. Полиция стоит на дорогах, останавливает. Это для меня признак, который дает мне понять, что я не чувствую себя очень комфортно. Меня остановили и попросили прямо там на месте заплатить штрафы. Хорошо, что я карты смог заплатить. Причем напротив стояла девушка, она ехала передо мной с английскими номерами. Ее тоже остановили объясняться. проблемы. Возможно, у меня тоже были какие-то проблемы с оплатой за дороги. И так же, как и она, я тоже был немного шокирован. Это случилось прямо на въезде в арку. Ну, закончить видео лучше, конечно же, на позитивной ноте, поэтому я пришел на берег Черного моря в квартале Солнечные перья. Хочу прогуляться и показать вам панорам, который я сейчас вижу. Людей немного. Я бы сказал, вообще пустота. Возможно, здесь летом действительно много народу. Погода, ну, вот такая вот погода. очень редко здесь бывает то, что я видел в Афинах. Безоблачное небо. В Афинах оно почти всегда безоблачное. Есть очень часто облака. Возможно, летом здесь другая история. Но сейчас, по крайней мире, светит солнце. Вот там старый город Несепр. И вот немного людей, гуляющих воскресное утро по солнечному берегу. берегу. Еще раз большое-большое вам спасибо, что смотрите мое видео. Обязательно подписывайтесь и пишите комментарии. Ставьте лайки и даже дизлайки. Я очень рад, что у меня есть аудитория. И в следующих видео я обязательно стараюсь рассказать побольше. кажется это самый высокий камыш, который я когда-либо видел. Он достигает метров пяти наверное. Сервис на заправке ну просто реально очень навязчивый. Они постоянно пытаются заправить и они ставят мне соты, которые я никогда не использовал. Я пользуюсь 95-м. Меня не волнует, что там скидка там минус 25%. Лучше вообще не подходите ко мне я сам заправлюсь. Дело все как по инструкции. приучился я так вот в Голландии наверное. Ну и бонусом если вы досмотрели видео до конца как я говорил я покажу студию airbnb в которой я прожил почти месяц. В самом начале при входе в здании видно следы ремонта. но тогда в самом начале проживания я не придал этому значения. Вот он мой балкончик на ремонт. Если честно это самый неприглядный вид из окна который я встречал за последние 11 месяцев когда я путешествовал нон стоп плитка собрана что будет делаться дальше я не знаю кстати на моем канале есть также обзор airbnb room tour студии в испании пожалуйста посмотрите по ссылкам видео и что мы видим в этом airbnb это довольно маленькое помещение это один шкаф здесь рядом стоит холодильник здесь есть двухспальная кровать кстати матрас я бы сказал ну сами понимаете я спал на 50 матрасах если у меня 50 букингов он очень дешевый здесь есть картина здесь есть типа как бы кухня тут же есть стиральная машина это кстати мой чайник надо не забыть его забрать есть микроволновка есть телевизор стол два стула зеркало и душ совмещенный с туалетом душ обычно в болгарии представляет из себя дырку в полу то есть часто нужно убирать воду то есть вытирать очень маленькая я не ожидал что она будет такая маленькая эта студия она если честно намного ниже моих ожиданий через airbnb я заплатил где-то 470 евро но минус 50 евро у меня там были ваучеры скажем она мне обошлась 420 по airbnb по цене это все включено включая интернет и электричество и так далее скажем 450 470 в то время как в телеграм каналах подобную студию можно запросто найти за 200 евро вне сезон летом студии и другие апартаменты в Болгарии дорожают вот такой вот рум тур пункт